Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 9 ноября. Житие преподобного Иоанна Колова. 9 ноября Православная Церковь ублажает преподобного Иоанна Колова. Такое название преподобный Иоанн получил за малый свой рост. В переводе с греческого «колов» значит «малорослый». Еще в юных летах он оставил мир и ушел с братом своим Даниилом в скидскую египетскую пустыню. Сначала он и брат его Даниил жили среди подвигов в полном уединении, но потом он сознал, что при его пылком и страстном характере строгое подвижничество может быть осуществлено лишь при строгом руководстве других более опытных подвижников, старцев. К такому сознанию необходимости для себя строгого и опытного руководителя он был приведен следующим событием вскоре после своего прихода с братом в пустыню. Однажды он совершенно неожиданно сказал своему брату-сподвижнику «Не хочу я более ни о чем заботиться, но хочу жить в пустыне без печали, как ангел». Сказав это, он снял с себя свои одежды и вышел из кельи. Ночью случился большой мороз. Обнаженный Иоанн долго боролся со стужей. Наконец, будучи не в силах боли переносить ее, решился возвратиться обратно в свою келью. «Кто здесь?» – раздался из нее голос Даниила, когда замерзающий Иоанн постучался в дверь. «Я, брат твой, я не могу боли переносить морозы и возвратился сюда, чтобы послужить тебе», – отвечал ему Иоанн. «Уйди, демон!» – возразил Даниил, – «и не соблазняй меня! Ангела теле в своем не заботиться и пищи не требует!» Тут понял преподобный Иоанн, что слишком понадеялся на свои еще не окрепшие в борьбе со страданиями и искушениями силы. Понял свою ошибку и горько зарыдал о ней. Тогда Даниил отворил перед ним дверь и кельи спросил. «Брат мой, как ты имеешь плоть, то и должен страдать ради одежды и плоти». После такого вразумления он вскоре оставил Даниила и отправился к некоему старцу Пимену. Он пожелал воспитать в себе твердую волю, готовую на всякие подвиги, никогда не оставляющую раз избранный путь. Между тем преподобный Пимен и был известен именно твердостью и непреклонностью своей воли. Отречение преподобного Пимена от мира было так беспредельно, что он отказался от свидания даже со своей матерью, пришедшей в скит навестить его. К такому-то старцу с твердым характером и направился еще не установившийся окончательно, в неуклонном следовании избираемым подвигом, нетерпеливый, страстный и пылкий Иоанн. Придя к нему, Иоанн дал обещание повиноваться ему во всем, чего бы только тот от него не потребовал. Преподобный Пимен, желая испытать его терпение, заставил его поливать совершенно сухое дерево. И он три года трудился над поливкой этого дерева, хотя оно уже настолько было сухо, что труд его для всех должен был казаться уже совершенно напрасным. Но на самом деле труд и терпение преподобного Иоанна не остались напрасными. Спустя три года иссохшее дерево покрылось пышной зеленью и дало обильные плоды. От всех бывших свидетелями чуда дерево-то было названо древом послушания. Это дерево видел современник Иоанна в 402 году. Придя к преподобному Пимену с пылкой и душой, преподобный Иоанн приобрел у него кротость и смирение Агнца. Раз сказал ему один брат, у тебя злое сердце. Это правда, с кротостью отвечал ему Иоанн, и даже более злое, чем ты думаешь. Так умел он кротко переносить обиды. Живя сначала под чужим руководством, преподобный Иоанн впоследствии сам приобрел способность мудро руководить другими. Господь судил ему быть руководителем и наставником преподобного Арсения Великого впоследствии, так же, как и он, прославившегося великими подвигами. Этот Арсений Патриций по происхождению прибыл в пустыню прямо от императорского двора, где он был наставником детей императора Феодосия Великого, Гонория и Аркадию. Память преподобного 17 мая. Оставив двор, где его окружали великие почести, он, будучи сравнительно еще молодым, ему было тогда около 40 лет, но уже духовно опытным подвижником, решил для продолжения своего духовного развития и дальнейшего совершенствования отдать свою волю в безусловное распоряжение преподобного Иоанна. Некоторым из братьев на первых порах казалось странным, что муж столь высокообразованный и столь знатного происхождения пришел для своего дальнейшего просвещения к простым и неученым старцам. Один из братьев не мог скрыть своего любопытства и спросил его однажды, как это ты, изучивший греческие и римские науки, просишь наставления у простого и непросвещенного старца? — Правда, что я владею научным образованием, — отвечал Арсений, — но я не знаю даже азбуки того, что знает этот простой и неученый человек, потому что, — пояснил он, — смирение есть начало всех добродетелей, как азбука начала книжного бытия. Так ценил он смирение, процветавшее в обители некогда пылкого и горделивого Иоанна. Лишь после нескольких лет совместной подвижнической жизни, когда Арсений услышал таинственный голос, призывающего бежать от людей и пребывать в молчании, потому что молчание есть корень безгрешности, преподобный Иоанн благословил его оставить сожительство и предаться полному уединению и безмолвию в пустыне. Но сильная любовь к своему смиренному наставнику и всем его ученикам заставляли его не раз оставлять свое пустынное уединение и вновь возвращаться на некоторое время в обитель. Ревнуя о своем спасении, преподобный Иоанн с равным же усердием заботился и о спасении других. В городе Александрии в его время жила некая девица Таисия. Воспитанная благочестивыми родителями, она по смерти их все доставшееся ей состояние употребила на дела благотворительности. Скидские старцы, среди которых жил преподобный Иоанн, приходя в город, не раз находили для себя приют в ее доме. И вдруг до старцев дошли слухи, что Таисия давно уже прожила свое состояние и теперь, будучи не в силах бороться с бедностью, обратила свою красоту и молодость в источник средств для своего содержания. Сильно скорбели старцы, узнав о таком падении добродетельной Таисии и решили наконец сделать попытку к отвлечению сироты от ее погибельного заблуждения. Это трудное дело они решили возложить на преподобного Иоанна. Бог дал тебе мудрость, обратились они к нему. Между тем до нас дошли слухи, что столько благотворившая нам сестра Таисия живет очень дурно. Потрудись, Ава, побывай у ней и поговори с нею. Не придет ли она после твоих речей в себя? Помолился преподобный Иоанн и вскоре же отправился в путь. Он знал, что медлить в таком деле нельзя. С каждым часом Таисия могла опускаться в глубину все большего и большего падения. Вот он и перед домом Таисии. Но теперь уже вход в него для старцев закрыт. Как раньше в него входили все желавшие что-либо вынести из него на нужды свои, так теперь наоборот входили в него только те, которые несли с собой деньги и сокровища. Старец кротко обратился к прислужнице с просьбой доложить госпожи о его приходе. Но при перемене в настроенности госпожи произошла перемена и в ее прислужницах. Грубая служанка, зная, что у смиренного старца ничего не может быть общего с ее госпожой, отвечала сильной бранью на его просьбу. С кротостью приняв ее брань, преподобный Старец и вновь повторил свою просьбу только с таким добавлением. «Скажи еще госпоже твоей, что я могу достать ей драгоценные вещи». Тогда прислужница решилась доложить о ней госпоже, о нем. «Пусть войдет», — сказала Таисия. «Инаки ходят по берегам моря, им иногда действительно попадаются драгоценные раковины и камень». Вошел преподобный Иоанн к Таисии, сел около нее, вздохнул тяжело и заплакал. «О чем ты плачешь?» — удивилась Таисия. «Что отвратило тебя от Иисуса Христа, жениха бессмертного? Зачем ты забыл о его чертоге и грязнишь себя нечистыми делами?» — спросил ее преподобный. И вдруг вспомнился несчастной женщине, давно забытый ею Христос, любить которого в детстве учили ее покойные ее родители. Слова старца Божия, как огонь, сожгли все плевелы, заглушившие добрые семена, давно посеянные в ее сердце. И искреннее раскаяние быстро охватило и потрясло все ее существо. «Отец, отец, скажи мне, есть ли прощение для подобных мне?» — воскликла она в страшном иступлении. «Есть!» — отвечал старец. «Спаситель всегда ждет и прощает тех, кто истинно раскаивается. Покайся, и возрадуются тебе все ангелы на небесах. Веди же меня, веди прочь от этого места, веди куда хочешь, только укажи мне место, удобное для покаяния», — просила старца Таисия. «Она ушла с ним из своего оскверненного грехами многих дней дома, не сделав решительно никаких распоряжений относительно своего незаконно нажитого состояния. Она вся горела пламенным желанием никогда не вступать в боли на избранный было ей скользкий и беспечный путь жизни. Дивился преподобный Иоанн чудному действию Божьей благодати и, прославляя всемогущего милосердного Господа, вел свою путницу все далее и далее в пустынные места, вдаль от греховного города, где она едва не погубила себя. Настала ночь. Утомленный путнице преподобный сделал из песку из голови и сказал, «Отдохни теперь». Перекрестив ее, он отошел от нее и после обычных вечерних молитв предался и сам ночному отдыху. И видит во сне старец то место, где он оставил Таисию, окружено оно необычайным сиянием, восходящим до самых небес. И вот небесный ангел среди этого сияния возносит ее истерзанную душу к самому Господу. Как только пробудился старец от сна, тот час же поспешил к тому месту, где отставил Таисию. И, достигнув его, действительно нашел ее уже мертвою. Один час искреннего покаяния грешницы удовлетворил милосердного судью и возвратил заблудившиеся дитя к его любвеобильному отцу. Изрек преподобный, пробыв до рассвета в молитвах, утром похоронил тело блаженной Таисии. Возвратившись в обитель, он великой радостью доставил всем инокам своим рассказом о чудном раскаянии и прославлении, известной им всем Таисии. Преподобный Иоанн Колов известен еще как и писатель. Помимо многих изречений, его записанных другими иноками, от него осталось подробное и прекрасное описание жития преподобного Паисия, составленное им, как он сам выражается, для общей пользы. Этого Паисия, совратившегося с доброго пути, преподобный Иоанн успел так убедить, что тот, внезапно и безвозвратно отступившись от всего своего состояния, провел остальную свою жизнь в покаянии в дикой пустыне. Передав житие о многих чудесах, совершенных преподобным Паисием, преподобный Иоанн счел нужным сделать от себя такое замечание. «Да не усомнится, слыша о нем, славное и сверхъестественное, и да не подумают, что я что-либо прибавил от себя для большей чести любезного мне Отца. Он выше всякой человеческой чести и не требует от низших хваления, ибо похваляем в высших от святых ангелов. Я рассказываю для пользы слушающих и желающих подражать его добродетелям. Я передаю только то, что видел своими глазами и слышал своими ушами». Это краткое замечание хорошо выясняет личность преподобного Иоанна как писателя. Время блаженной кончины преподобного Иоанна в точности не установлено. Приблизительно относятся к 422 году, то к 430. Что касается места, где она совершилась, то им была пустыня близ Кольцума, или нынешнего Суэца. Святые мощи его находятся в церкви святого мученика Мины в Египте. Имя его, как древнего подвижника благочестия, известно и за пределами православной церкви. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова